Старейший таллинский православный приход в церкви святителя Николая, неренкийского чудотворца, ведет свое начало. Древнего торгового двора, основанного русскими купцами в Таллине, тогда в Колыване, в начале прошлого тысячелетия. Русско-историческая традиция обычно ссылается в этом вопросе на деяние сына Владимира Ярослава Мудрого, который в 1030 году сходил в Ливонию, основал там город Луни, Тарту, Афридию, Колыване, церкви и дворы поставил. В 1420-х годах церковь святого Николая находится в своем теперешнем месте, на улице Вени. В тот период улица еще называлась монастырской, но после реформации в XVI вихе, когда доминиканский монастырь прекратил свое существование, за улицей благодаря торговому двору и церкви закрепилось название Вени русская. Летописи не сохранили подробностей, но по косвенным свидетельствам можно предположить, что во времена реформации вместе с католическими храмами была разграблена церковь святителя Николая. В 1542 году церковь была временно превращена в городской базаре. Храм был закрыт и в годы Ливонской войны. Возобновленный после этой войны Никольский храм еще долгое время терпелность был во всем. Тем ценнее был дар Бориса Годенева, большой серебряный подсвечник, полученный в 1599 году. Со временем часть царского подарка была утрачена, до наших дней сохранилась переделанная в лампаду основная часть дарственной написью. В 1796 году церковь пришла в чрезвычайную зеркальность. В 1804 году архитектор Ниджи Рустов подготовил проект постройки в Ригде нового храма святителя Николая. В мае 1821 года все примыкавшие церкви пристройки были разобраны. Осталось только само церковное здание. В столице проект Никольского храма, в исходных общих чертах с высочайше утвержденным первым проектом 1804 года был признан надлежащим исполнением. 25 июня 1822 года в присутствии почетных граждан гражданского и военного начальства состоялась закладка нового здания. Из-за ограниченности вследствие пришлось частично сохранить дарованное в 1686 году старыми Петром и Иоанном старый высокий иконостарк. Новый иконостарк был выполнен по проекту профессора физиктуры Мельникова в духе классицизма. К концу лета 1827 года отделочные работы закончились и 14 августа при большом стечении народа состоялось торжественное освящение церкви. Так завершилась трехлетняя история строительства нового храма.